Одному из самых крупных многопрофильных лечебных учреждений Югры Сургутской окружной клинической больницы исполнилось 85 лет со дня основания. Накануне в концертном зале Сургут состоялось торжество, посвященное этому событию. За преданность профессии коллектив поздравляли представители власти района, города и округа, а также благодарные пациенты. Главными героями торжества стали первые руководители больницы-ветераны, проработавшие в медучреждении более 30 лет. Каждый из них внес свою лепту в развитие больницы, которая до 2005 года называлась районной. Из ее состава в 80-х годах прошлого столетия образовались некоторые лечебные учреждения города Сургута, станция скорой медицинской помощи, противотуберкулезные и психоневрологические диспансеры. Многие сотрудники, ранее работавшие в стенах вашего учреждения, в настоящее время являются руководителями высшего звена. Сотни человек принимали участие в становлении учреждений и развитии здравоохранения. Но некоторые помнят поименно. В этом списке и нынешний главврач Галина Шестакова. К руководству она пришла в трудные годы реформ, когда районная администрация столкнулась с вопросом об изменении статуса учреждения. Сейчас мы смотрим, что в эти годы районная больница, отстава окружной, преобразилась и внешняя, и внешний облик, и техническое оснащение, и комфортность. Все улучшило. И это отразилось не только на обслуживании районных жителей, но и в целом на обслуживании жителей города Сургута. Сейчас Сургутская окружная клиническая больница – самая крупная в Югре. Высокий уровень учреждения подтвержден внесением его в 2011 году в национальный реестр ведущих учреждений здравоохранения России. Все наши достижения, все наши успехи – это коллективный труд, это результаты каждого нашего работника. И каждый наш работник вкладывает частичку души и сердца, потому что мы медицинские работники, иначе мы не можем. И благодарность пациентов безогранична. Даже в такой день некоторые из них преодолели большой путь, чтобы поблагодарить своих спасителей. Один из них – неизвестный в творческих кругах федоровский поэт и художник Анатолий Буриков, здоровье которого уже 20 лет поддерживают врачи клинической больницы. Не было бы счастья, да несчастье помогло. После второго инфаркта я начал писать стихи. После шунтирования я начал рисовать. Шесть раз участвовал на конкурсах в Хантамансийске. И я искренне благодарен, особенно Галине Кандровне Шестоковой, нашей землячке. Галина Мажанова, например, сегодня удостоилась знака отличника здравоохранения Российской Федерации. Говорит, родилась в семье врачей и решила продолжить семейные традиции. Сама жизнь определила, что я должна работать где-то в серьезной специальности по медицине. Считается, реаниматолог – это мужская профессия. Но вот то счастье, та радость, которая тебя переполняет, это на самом деле радость, когда человека, стоящего на краю жизни или уже за краем, и часто и так бывает, а ты возвращаешь назад. Сегодня на базе учреждения функционируют две кафедры Сургутского госуниверситета – терапии и хирургии. С 2006 года здесь созданы и 10 клиникодиагностических центров различных направлений. Все это направлено на развитие новых технологий и оказание высокотехнологичной помощи пациентам. Анна Степанова, Яна Сутермина, Матвей Ященко, телерадиокомпания «Север».